Она мне будет посвящена вопросу одного из моих студентов, а именно, насколько целесообразно использовать 3D Studio Max в здании корпусной мебели. То есть все вы бывали в салонах мебели, где делают мебель под заказ, например, спальни, детские, прихожки. Все это как раз таки является корпусной мебелью. И зачастую видели, что все проектируется в каких-то пакетах. Либо это просто, либо 3D Studio Max. Так вот, вопрос был как раз таки о чем? Что если человек знает только 3D Studio Max, может ли он создавать, уже начинать какую-то мебель. Либо для себя, либо может ли он устроиться в какую-то фирму мебельную для того, чтобы проектировать там мебель, использовать только знания его. Без того, чтобы изучать какую-то новую другую программу. Мое мнение такое, что не сильно целесообразно. То есть целесообразно бывает оно только в том случае, если у вас либо много времени, либо вы очень хорошо, не то чтобы разбираетесь, а очень внимательно работаете с цифрами. Я сейчас попробую все это разобрать. Видео не на 5 минут, конечно. Но давайте, в общем-то, по порядку. Итак, немного с того, как я начинал заниматься мебелью. Ну, чтобы как бы вы поняли, что это не чисто голословно, это рассуждение 3D-шника. А это знания, которые получены на собственном опыте. Значит, где-то в 2003 году я начинал, ну, даже не так, где-то еще когда учился в универе, это был, закончил я его учиться в 2000 году. В это время я, работая на пятом курсе, подрабатывал в одной компании, которая занималась производством мебели и наружную, вообще-то, рекламу делала. Ну, больший упор она уже делала именно на мебель, такую эксклюзивную для магазинов, салонов. Иногда, конечно, делала кухни, но больше это были салоны, магазины. И вот тогда я, в общем-то, столкнулся с мебелью, получил кое-какие знания по производству, но тогда еще ничего не начал делать. Я так, буду так, в 2003 мне понадобилось сделать какую-то тумбочку новую на кухню для мойки. И мы тогда, я взял 3D Studio Max, нарисовал эту кухню, долго возился с деталями, то есть я не знал многих азов тогда, или просто их даже не учитывал, то есть ширина ДСП, вот, я, наверное, где-то раза с третьего только сделал заказ, потому что тогда меня уже, ну, я уже понял, что к чему, более-менее. Я, в общем-то, приехал, сделал заказ, забрал распиловочку и приехал домой, собрал ее. В общем-то, уже после того, как я собрал, я понял свои ошибки. Вот, и немного еще я, опять же-таки, пригласили меня работать в компанию, в той же самой, в которой я работал, именно на должность дизайнера по мебели. И там я еще чуть-чуть больше ухлубил свои знания по производству. Плюс параллельно я еще смотрел кое-какие видео в интернете, вот, и углублял еще больше свои знания. Вот, потом появились у меня несколько первых заказов, на которых я, в общем-то, выполнил их достаточно хорошо, еще больше углубил знания и стал потихонечку брать заказы. То есть это были какие-то знакомые, просто друзья, которым что-то нужно было сделать недорого, быстро, маленькое, то есть то, за что не брались какие-то крупные фирмы, потому что им это невыгодно по времени. То есть им нужно получить большой заказ, сделать его в минимальные сроки и без заморочек его установить. А я брал такие заказы, которые были, допустим, маленькие, делал их достаточно быстро и на этом я набил руку. И занимался я этим где-то до 2013 года. Сделал я очень много всего. И в конечном-то итоге это у меня не то, чтобы переросло в профессию, но стало хорошим приработком в семейный бюджет. В принципе, с моими работами это можно посмотреть у меня в ВКонтакте. У меня есть свой альбом, называется «Моя мебель». И тут у меня некоторые из работ, которые я делал. Тут у меня и столы, и кухни, и спальни. Спальни, детские я делал, прихожки. Да, в общем-то, много чего и для офисов сделал, и для магазинов. Такие одни из более-менее работ, которые не стыдно показать. Я сюда выложил, можете зайти посмотреть. Итак, вернемся все-таки к нашим баранам, которые просто вас интересовали. Сколько целесообразно делать весь дизайн проект в МАКСе? Значит, в принципе, это МАКС, он ничем не отличается от любой другой программы 3D-шной. Будь то Blender, будь то Maya, будь то SoftImage. И основная цель такой программы – это получить красивую картинку. Как бы сказать, красивая картинка – это как вот эскиз, с которым вы приходите. Например, вы хотите сделать какую-то деталь металлическую. Приходите к токарю и говорите, мне нужна вот такая-то деталь. Он вам говорит, ну давай чертежи, я быстренько ее сделаю. То есть, если вы приносите ему чертежи, на которых видно общая длина, какие-то габариты, радиусы, диаметры, где нужно, какую резьбу навертеть, то используя этот чертеж, рабочий быстро вам сделает эту деталь. Если же вы приносите ему просто эскиз, он на нее посмотрит, скажет, ну там, ты что, парень с приветом, да, как я по этому буду делать. Начнете рассказывать, ну вот тут вот, надо там чуть больше, тут чуть меньше, тут чтобы сделать такой диаметр, чтобы вводило в картинку какое-то отверстие. В общем, начинаете нести какой-то бред, он скажет, нет, ребята, это вот картинка, ты ее для себя оставь. Нет, давай диаметр, радиусы там и прочее показывает на чертеже. Вот, так вот, к чему это все? Потому что программа Макс, да, будем начинать с нее говорить, да, она предназначена для создания красивой картинки, для того, чтобы вывести оттуда размеры, которые будут вас именно интересовать, либо интересовать того человека, которому вы будете заказывать распиловку деталей, оттуда достать его сложновато, то есть вам придется либо вручную переписывать там какие-то размеры изделия, ну, деталей, список деталей оттуда выводить вручную, либо при использовании каких-то скриптов. Ну, в общем, доставлять программу поддерживать какими-то костылями. Вот, и с этой точки зрения Макс, он, в общем-то, неудобен. Плюс, когда вы начинаете там, ну, вот клиент у вас там сделал что-то, да, вы для клиента, он у вас сидит прямо в офисе, либо там, ну, пообщались, сделали ему проект, он говорит, нет, давай тут чуть-чуть переделаем. И процесс переделки, он достаточно бывает такой проблемный, потому что вы там посчитали уже что-то, сделали какую-то предварительную деталировку, а тут вам нужно будет какие-то размеры изменить, и получается, что вам нужно пересчитать какие-то размеры, где-то изменить количество деталей и так далее. И вот в этот момент вы можете просто-напросто ошибиться в каких-то цифрах, и в будущем вот эти вот ошибки, они вам сделают задержку в производстве, то есть вам придется либо перерезать какую-то детальку, либо там перезаказать какую-то детальку, а все это увеличение сроков и сроков. Вот, это, ну, не очень хорошо, поэтому лучше все-таки пользоваться какими-то более специализированными программами для производства мебели. Разумеется, мы, я, конечно, вам, ну, как бы потихонечку буду выдавать информацию, и те нюансы, с которыми вы можете столкнуться в Максе, я вам расскажу чуть позже, а пока я немного расскажу о тех программах, которые я использовал в работе, и какие бы я вам посоветовал бы использовать. Первое, что бы посоветовал использовать, это такая программа, которая называется Pro100. Так и называется Pro100. Это, по-моему, польская или чешская программа. Она достаточно простая в освоении. В ней очень много, ну, очень удобно рисовать именно корпусную мебель. Ну вот, смотрите, когда-то я делал вот такую вот кухоньку, да, ну вот у меня Максовский проект, кстати, я из него-то и начинал. А потом уже перерисовывал весь этот проект в просто, чтобы получить нормальную талировку. Значит, вот у меня кухня эта была сделана. На готовой кухне, вы можете посмотреть у меня на странице, она находится... Так, 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 так... Где-то здесь... Вот она, вот она, да. Да, вот она чуть выше. Ну, вот она. Так, 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 так. Вот. И вот она уже у меня сделана и в просто. То есть я уже эту картинку не открывал где-то, наверное, не знаю, года четыре, если не больше. Может, даже больше, может, наверное, лет шесть уже не открывал эту картинку. Вот. И здесь, что я хочу сказать. В принципе-то здесь удобно вывести полную деталировку ваших деталей. А это первое, что вам, как бы, и нужно там. Вот. Что здесь, в общем-то, еще удобно? Ну, это вот, если у вас есть вот такие вот изделия, например, с радиусами, там, либо какой-то хитрой формы, то вам всегда удобно вот такую вот картинку, там, спринтскринить и распечатать, где у вас уже будут поставлены чертежи, то есть вам, ну, размеры, простите, и вам не нужно будет уже там где-то эти размеры высчитывать с линейкой или там с чем-то еще в максе. То есть, если у вас какая-то фрезерованная деталь есть, у вас уже удобно взять и вывести эту детальку в виде такого чертежика. Плюс вам удобно здесь, в такой программке, если у вас уже расставлены здесь какие-то материалы, да, то вам удобно уже вывести отсюда полностью список деталировочку. То есть вот список деталей, где у вас указана длина, ширина, ну, и, соответственно, если это там ДВП или ДСП, то здесь уже у вас будет там толщина, количество. Вот, очень удобно. Можете прямо отсюда его сохранить, ну, скопировать прямо там в Excel вставить, либо там в текстовый документ сохранить, потом уже в Excel его импортировать. Если у вас эти детали имеют даже какую-то стоимость, да, то есть вы знаете, что у вас квадрат ДСП стоит там столько-то, денег, там, стекло стоит столько-то денег, кромка стоит столько-то денег, то, опять же-таки, у вас здесь есть еще расчет, в котором у вас, например, есть там ДСП обычное, количество квадратов, да, которое здесь используется, там, столешница сколько там используется, ну, вот этот размер у меня, не смотрите, что он в метр квадратных, то есть он считается по-другому. Ну, по крайней мере, вот DSP обычная, которая здесь использовалась, у меня здесь есть количество метров квадратных, цена за единицу. Ну, тут цены, конечно, старые еще, в гривнах были. Вот, сейчас же цены гораздо другие. Вот, и, соответственно, тут уже там стоимость указана. Если там используется там DSP, DWP, стекло, какой-нибудь алюминиевый профиль, все это можно здесь посчитать. И вот, когда вы работаете с клиентом, вы просто модули накидываете сюда, и автоматически у вас происходит подсчет. Вы только материал заменяете и прочее. Вот, как бы вы не крутили эту детальку, да, у вас всегда есть габарит заданный. То есть вы кликнули на детальку, и у вас там всегда есть размеры. Плюс еще у этой программы есть такой, что когда вы двигаете эту детальку, она, видите, она у вас не проходит дальше, чем какая-то другая деталь. То есть, если вы делаете какой-то проект, да, у вас есть там стойка плюс стойка. Между ними вам нужно полочку поставить. То полочку вы растянете вправо-влево от одной стойки до другой. То есть вам не нужно там включать какую-нибудь привязку, еще что-нибудь, ну, как делается это в Максе. Вот, выравнивать через Align эти досточки. Все у вас будет здесь именно размер в размер и очень удобно посчитано. Минусом такой программы, ну, что является. Ну, по крайней мере, здесь у меня показана версия 4, сейчас есть версия 5, она более современная. Там уже и рендер был более-менее такой настроенный. Из нее вы можете получить более качественное изображение. Но, откровенно вам скажу, что большинству клиентов, с которыми вы начинаете работать, им совершенно не обязательно получать качественное изображение фотореалистично, чтобы там блики были, преломления, отражения и так далее. Для них в первую очередь важно, чтобы то вещь, которую вы заказывали, она была дешевле, чем у кого-то при одинаковом качестве. И вам, им, главное, узнать цену и желательно побыстрее. Вот, поэтому, чем проще программа, чем быстрее вы делаете свой дизайн проект в ней, тем, как бы, быстрее вы отрабатываете свои деньги. Макс, как бы, он настроен на то, чтобы получить красивую картинку. То есть, я еще раз там уже, наверное, третий раз повторяюсь. Вот, поэтому вы всегда заморачиваетесь с рендером. Например, выставляете там настройки камеры, чтобы что-то было не засвечено и так далее. То есть, в старые времена, когда еще не было, например, короны, и можно было ползночками устанавливать там компенсацию хайлайтов и прочего. Можно было использовать там Vray, либо что-то еще. То там было, ну, при малом багаже знаний, сделать красивую картинку, от которой бы заказчик не сказал Fee, достаточно сложновато. Плюс, тогда еще были слабенькие компьютеры, и рендерить красивую картинку занимало очень долго времени. В результате того, что вы вот кухню нарисовали, да, а потом показали ее клиенту, клиент одобрил, и вот с этого момента до момента одобрения проходит очень много времени. Вот, а тут вы нарисовали красивую картинку, так, более-менее красивую картинку, в версии пятой уже там как-то вот отрендерили, показали клиенту, причем рендериться достаточно быстро. Вот, и, в общем-то, там получили сразу деньги, и все довольны разошлись, клиент ждать, а вы заказывать все и делать заказ. Ну, и исполнять его. Ну, минусом еще старой версии была невозможность сделать красивую картинку, и не было возможности использовать какие-то сложные объекты, типа там создание сфер или прочего. То есть, приходилось, ну, для красивой картинки химичить. Вот, ну, еще раз скажу, что использование всех вот этих красивых картинок, оно как бы лишнее. Еще одной программой, с которой, ну, я сейчас, к сожалению, вас не познакомлю, я с ней не очень-то работал, это программа Sawyer, нет, Sawyer, это для раскроя Вуди, ну, там есть целый комплекс Вуди и Sawyer, они предназначены для проектирования мебели, причем у Вуди программы, у нее есть такая особенная, ну, есть такая классная фишка, это то, что когда вы проектируете какое-то изделие, да, то у вас есть еще возможность работы со складом. То есть, если вы работаете на какой-то компании, да, не просто вы мебельщик, там, гаражник, да, вот, а какая-то компания, которая есть свой запас, там, ДСП, фурнитуры, какой-то еще, она есть, у нее есть еще возможность вести учет потраченных материалов. То есть, если вы на кухню заказали три листа ДСП, она вас автоматически спишет со склада. Конечно, я, может быть, там могу чуть-чуть ошибаться, но вот мои старые знания, они мне подсказывают, что, в общем-то, я прав. Вот, если, конечно, я не прав, с удовольствием почитаю ваши комментарии, я и поговорим в них, то есть, может, вы мне что-то подскажете. Вот. Ну, значит, вернемся все-таки к Сойеру, да, и Вуди. Так вот, в той программе, кроме работы со складом, есть еще возможность создания чертежей, есть возможность создания чертежей, извините, заговорился, возможность создания изделия, кроме того, деталировки изделия, и, кроме того, есть еще возможность создать чертежи, на которых будет сверловка. То есть, если какая-то стойка, например, вот эта стойка, она, так, это вот группа, да, давайте ее выведем сюда. Вот у меня какой-то есть модуль, да. Вот, если есть вот эта вот дверка, если вот эта вот дверка, да, то есть, здесь у вас есть возможность сразу указать место сверления. То есть, с той стороны у вас, кроме того, что вы выводите на экран вот такую вот детальку, там же еще автоматически указано, где у вас будет сверловка, а также где будет сверловка, например, там под ручки, да, или если это боковая стойка, вот это вот, то, ну, как бы мебельщик понимает, что вот здесь вот есть там два отверстия под конфирматы, которые, ну, при помощи которых вот эти две детали соединяются. Вот, эта программа может автоматически вам показать, что будет там сверловка, например, 60 мм с этой стороны, 60 мм с этой стороны. И человек, который возьмет эту детальку уже в цехе и будет сверлить ее, то он заранее будет знать, где, на каком расстоянии сверлить, он не будет ломать голову там, ну, думать, где тут просверлить, или тут просверлить, там, на уголках ее собирать, на манификсах, на рафиксах, или просто на конфирматах. Все уже будет, как бы, за него посчитано. То есть, очень большая автоматизация в производстве. Вот. Опять же, таки, если вы для этого, как бы, нужны здания, да, то есть, эту программу вам нужно все-таки изучить. Вот. Простого такого не позволяет, а достаточно такой простой продукт, да, извините за тавтологию, там, масло-масляное получается, но, тем не менее, от этого никуда не деться. Вот. Если вы готовы пойти на то, что вам, как бы, вот все вот эти вот нюансы, там, расписывание, где что с чем соединяется, каким, какой перепешкой, все это не надо, то, в принципе, просто вам хватит за глаза. Вот. Аналогами программ, в принципе, для мебели-то есть очень много аналогов. Есть еще такие продукты, как, по-моему, базис-мебельщик, К3-мебель. Вот. С ним я вообще не работал, даже не знаю, что это такое, я вам говорю просто название. То есть программ, ну, я хочу сказать то, что программ для конструирования мебели, их достаточно много. Вот. Из тех программ, с которыми я работал, для именно производства мебели, это Max, Pro100, и чуть-чуть начинал сойером заниматься, но, в общем-то, понял, что это чересчур для меня сложно, и остановился всегда на Pro100. Навсегда на Pro100. Ну, вот. Теперь дальше, после того, как вы, в общем-то, создали и получили вот такую деталировочку, да, ну, список элементов, которые у вас здесь будут находиться в проекте, да, которые вы отдадите там на распиловку. Вам нужно, ну, если вы работаете в компании, которая производит мебель, вам нужно сделать еще раскрой. Что это такое? Это у вас, когда на листе DSP, они стандартных размеров ведут, вам нужно выложить эти детали таким образом, чтобы они минимально, минимальное место заняли. То есть, это примерно аналогично, как бы это сказать, упаковки в Максе UV-координат. Ну, поняли о чем я, Вот. Только тут там, как бы, чуть-чуть другие правила используются. Так вот, для Макса такого ничего нету. Для Pro100 у них есть, на сайт, если зайдете, производство мебели, там есть такая программа, называется, по-моему, Pro100 Раскрой. Да, называется она Pro100, называется, вот я зашел на их сайт, здесь у них есть, называется Pro100 версия 5.45, текущая, и называется Новый Раскрой. Это такой, отдельная программа, насколько я помню, Pro100, которая позволяет именно автоматически, вот эти вот детали, которые выдает сама программа Pro100, и как-то вот располагать, паковать на этом листе. Вот, честно сказать, я ей не пользовался, а всегда пользовался такой программой, которая называлась Best Cut. Белорусская, насколько я помню, программа, последняя версия 2.62D, кажется, и, наверное, уже на лет, наверное, 7 или 8, может быть, там чуть меньше, она не производится. Ну, по крайней мере, новых версий я не видел и искать не искал, потому что, в общем-то, года 3 или 4 я уже мебелью так неплотно не занимаюсь. Вот. Эта вот как бы программа, она очень хороша для именно салонов и фирм, потому что она тоже позволяет работать со складом, то есть там у вас есть учет прихода, учет расхода, тех материалов, которые вы используете в вашем раскрое. Для Вуди есть аналог Sawyer, то есть, очень часто видел, что на мебельных компаниях, с которыми я сотрудничал, работают именно с Sawyer, именно используют его для раскроя. очень хорошие алгоритмы упаковки у них и очень хорошие алгоритмы редактирования. Плюс очень четко оно считает пропилы, то есть, ну как бы зачастую либо берут, ну за то, что у вас лист попилят, вам заставляют либо какую-то фиксированную стоимость, либо там по длине пропила, например, там лист 2800 на 1830 миллиметров и на нем там энное количество деталей, то есть, оно делится на куски, ну там вот лист у вас, да, и там какие-то вот у вас детали, так, так, так расположены. Здесь вот этот отрез, он у вас там выдается в виде какой-то там таблички, в которой написано сколько там пила проработала здесь, ну сколько она огоньных метров пропилила. Это такое небольшое отступление для тех, кто в общем-то не в курсе с мебелью, но хочет этим заниматься. Вот. Sawyer, вот хорошая программа. На некоторых компаниях я видел, что используют другую программу. Сейчас я вспомню, как она называется. По-моему, она называлась Астра Раскрой. Вот что-то такое. Причем там, насколько я помню, была версия, кажется, 2 и версия 3, и все предпочитали работать во второй версии, потому что она была менее боговой. Но, это как бы такое отступление. Вот, когда же вы просто частные мебельщики отдаете деталировку в цех, вам, в общем-то, не нужно парить голову над тем, сколько у вас там пойдет листов ДСП, либо ДВП на вашу кухню. Либо на стол, либо на тумбочку, на шкаф, что и так далее. Вам, в общем-то, нужно знать общий полигонаж, общая квадратура. Добавляете определенный процент к этому и понимаете, сколько примерно листов у вас выйдет. Количество листов обычно, ну, как бы, в крупных городах, где очень много заказов, там могут у вас пилить ДСП, ДВП по-чистому, то есть, там, например, лист 5 квадратов ДСП занимает, а вам нужно всего лишь 4, да, то есть, за 4 вы заплатите. В маленьких городах негде, очень мало, город, ну, очень мало пилят, да, фирмы мебельные не стараются, ну, которые торгуют фурнитурой, торгуют ДСП, услуги распила оказывают, они стараются себе вот эту вот мелочь не оставлять, а отдавать все клиенту, то есть, этим они увеличивают свой оборот и не захламляют свои склады, вот, так вот, вам все-таки желательно знать, сколько примерно листов ДСП у вас пойдет на кухню либо на какое-то изделие, от этого у вас формируется ваша, ну, стоимость изделия. Конечно, если у вас уже много опыта есть, вы сделали не одно похожее изделие, то вы примерно знаете, что у вас на кухню пойдет столько-то листов ДСП, на шкаф каких-то там размеров, примерно, вы знаете, что там пройдет столько-то листов ДСП, вы можете заранее сказать стоимость, но если вы делаете изделие в первый раз, а клиент хочет как можно-можно меньше сбавить сумму, а вы заинтересованы в этом клиенте, и вы не хотите упустить этот заказ, ну, мало ли почему, может, он вам сегодня закажет стол сделать, а завтра там 8 подряд кухонь. Вот у меня, кстати, была такая ситуация, у меня знакомый проверял, как я делаю, ему понравилась работа, и он мне заказал сделать для одной, он открывал одну поликлинику, и для поликлиники нужно было сделать ему большой заказ низов кухонных. Вот, то есть, вот для такой ситуации, когда вы не хотите ничего упустить, вы хотите там, ну, клиенту выдать минимальную стоимость, более-менее точную стоимость, вот тогда вам желательно знать, примерно, сколько листов туда уйдет, либо точная квадратура, чтобы вы могли какое-то, как бы это сказать, минимальное, максимальное значение там стоимости указать. Вот тогда вам, что-то нужно было бы немного изучить раскрой и тогда бы он вам понадобился. В любом другом случае, когда вы там просто отдаете деталировку в цех и говорите мне нужно вот то вот, вот то вот, вам, в общем-то, и не нужно знать, сколько вам туда примерно пойдет листов. То есть, вы знаете, что там квадратура будет такая, то вы можете добавить определенный процент, вот, там 20-30 процентов и вы не ошибетесь, то есть, ошибетесь, ну, там, либо, либо скажете, либо у вас будет стоимость, она примерно та, которая есть там, чистая, либо там можете в плюсик себе собирать. У вас там останется какие-то материалы, которые можете себе на что-нибудь их пустить. Вот. итак, давайте сейчас поговорим еще, мы поговорили о Максе, можно его использовать, либо нельзя, я вам высказал свое мнение, я вам рассказал о программах, о которых стоит хотя бы изучить, либо знать их особенности работы, и теперь я вам могу показать о том, чем вы сталкиваетесь, когда проектируете кухню, либо какой-то предмет именно в Максе. Давайте